Добрый день, уважаемые гости! Спасибо огромное, что пришли послушать мою лекцию. Надеюсь, вам очень понравится. Я надеюсь, что у вас возникнут огромное количество вопросов, но мы их отложим до конца лекции, и у вас будет возможность их все задать. Я с огромным удовольствием на них все отвечу. Итак, мы с вами сегодня говорим про органофосфаты. Для начала давайте договоримся про определение. Органофосфаты — это, собственно, соединение органической природы, которая имеет в своем составе фосфатные группы. Ну и начнем с небольшой совсем предыстории. Так, поехали. Видимо, я все сломал. Нельзя биоинформатикам доверять технику. Не знаю, как вы, я когда-то давно очень мечтал в детстве. Я зачитывался просто книгами научной фантастики Айзек Азимов, Артур Кларк. Мне безумно хотелось делать что-то удивительное, создавать киборгов, делать какие-то чипы, встраивать мозг. Но ничего этого почему-то до сих пор у нас нет. Вот только-только Илон Маск с чипами, которые можно более-менее в большом количестве встраивать и более-менее автоматизировано. Ничего этого нет. Почему же этого нет? В какой-то момент, чтобы начать этим заниматься, я поступил на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ имени Ломоносова. И вот тогда внезапно выяснилось, что почему-то люди, которые называют себя биоинженерами, которые, казалось бы, должны этим заниматься, на самом деле, не знаю, в 99,9% случаев занимаются вот этим вот. Кто из вас знает, что изображено уже на этой иллюстрации? Так, чашка Петри, а в ней что? В ней действительно микробы, ну или бактерии. На самом деле это все специально генетически модифицированные кишечные пазочки, которые синтезируют разные светящиеся белки. Причем они действительно светятся вот действительно таким набором цветов. Сейчас их гораздо-гораздо больше уже стало. И появилось даже отдельное направление, то, что называется science-art, или искусство с использованием научных методов, когда вы можете вот такими бактериями рисовать суперсложные картины, вплоть даже до Моны Лизы, с передачей точно, очень точной, ну, близкой, скажем так, цветов. И это прям реально отдельные выставки художественные проходят. Вот. В общем, оказалось, что действительно 99,9, наверное, ну, может быть, 99 просто процентов всех биоинженеров работают с бактериями. Почему же? Почему же они не делают этих вот киборгов? Почему же они не устраивают чипы нам в головы? Почему? Ключевая проблема, как вводится, оказалась в ДНК. ДНК... Да, это, конечно, безумно скучно. Значит, ключевая проблема в ДНК. ДНК, или безоксирибонуклеиновая кислота, это, собственно, та молекула, которая является основным носителем нашей наследственной информации. В ней записана, допустим, по большей части информация о том, какой у нас должен быть цвет глаз. По большей части записана информация о том, умеем ли мы сворачивать язык в трубочку или нет. Кто, допустим, из вас умеет? Окей. Ну, где-то у вас повезти не так и должно быть. Но на самом деле, если вы даже не умеете, есть небольшой шанс научиться. Не все, к счастью или к сожалению, определяется нашим геномом. И на самом деле ДНК не единственный носитель нашей наследственной информации. Мы получаем ее еще через много других источников. Но, безусловно, самый важный. И ДНК при этом же является, собственно, одним из самых главных и важных для нашей жизни органов фосфатов. Если мы посмотрим, из чего состоит ДНК, или еще раз дезоксирибонуклеиновая кислота, мы видим, что в ее составе есть азотистые основания. Это вот такие вот химические вещества, состоящие из углерода, азода. Есть, конечно, атомы водорода, просто они здесь не показаны. Есть кусочки сахара. В данном случае, соответственно, в ДНК это дезоксирибозы, поэтому она дезоксирибонуклеиновая кислота. Это вот этот вот такой пятичленный цикл. И есть, собственно, вот они фосфаты. Оранжевым показан атом фосфора. Красный – это кислороды. Соответственно, остатки фосфорной кислоты. Собственно, да. ДНК – это первый и самый главный орган фосфатов нашей жизни, с которого наша жизнь начинается. Собственно, из него разворачивается вся наша наследственная программа. Программа развития любого организма. Живого организма. Очень важный момент. На самом деле, в нашей жизни присутствует еще один очень важный орган фосфат, который называется РНК или рибонуклеиновая кислота. Значит, так как в ДНК записана именно наша наследственная информация, важно сохранить ее максимально интактно и сделать так, чтобы она не повредилась. Ну, допустим, если у вас с утра, не знаю, зеленые глаза к обеду голубые, а вечером серые, может быть еще и ничего плохого. Если же внезапно почему-то у вас посреди дня начинает отрастать шестой палец, это, наверное, уже не так прикольно. Если же при этом у вас начинает возникать чеканитераковая опухоль, это, наверное, совсем плохо. Поэтому организм старается сделать все, чтобы ДНК оставалось всегда максимально интактной. Для этого он просто берет и делает с нее временную копию в виде РНК, которая химически устроена очень похожим образом. В ней всего лишь другой сахар, просто рибоза, а не дезоксирибоза. И потом уже синтезирует с этой второй нуклеиновой кислоты, с РНК, белок. Окей. Значит, при этом ДНК, как органофосфат, обладает еще одним замечательным свойством. Если мы посмотрим на ДНК, я думаю, вы уже миллиард раз видели вот эти картинки. Двойная спираль. Соответственно, вот они, азотистые основания. Здесь они сейчас покрашены разными цветами. Аденин, тимин, гуанин и цитозин. Очень часто в лекциях, особенно Саша Панчин или Михаил Гельфант любят называть их просто буквами в геноме, но за ними все-таки скрываются настоящие химические вещества. Так вот, они обладают замечательным свойством. Аденин всегда взаимодействует с гуанином, господи, с тимином, а гуанин с цитозином. Соответственно, образуются пары А, Т, Г, С. Они как магниты притягиваются к друг другу за счет водородных связей и действительно очень прочно взаимодействуют. И в результате получается такая прекрасная длинная двойная спираль. При этом, если даже один кусочек спирали у нас повредится, допустим, мы его сломаем, откусим, целенаправленно вырежем, то потом по второй ее части можно будет всегда недостаточный кусочек восстановить. Это называется принцип комплементарности. Еще раз, когда аденин узнает тимин, а гуанин узнает цитозин. Ну вот, как-то так это работает и так это придумала эволюция, чтобы именно в такой форме в органах фосфатной хранить нашу наследственную информацию максимально устойчивой в двойной спирали специально, чтобы всегда иметь дополнительную копию. Но, к счастью, в эту игру могут играть двое. Давайте мы попробуем сделать вот что. Давайте мы возьмем ДНК. Еще раз вы помните, что это длинная двуцепочечная молекула. И одну цепочку выкинем. Просто выкинем. Мы ее можем оторвать прям физически, либо мы ее можем съесть химически. Так что вторая цепочка исчезнет. Значит, мы получаем длинную одноцепочечную ДНК. Уже странно. Одноцепочечная ДНК. ДНК же должна быть всегда двуцепочечной. На самом деле нет, не обязана. Химически, как молекула, как органофосфат, она легко может существовать в виде одной цепи, и у нее все будет хорошо в ее жизни. Так вот, и дальше начнем подбирать такие коротенькие, синтетические, специально придуманные кусочки ДНК, которые будут нарисованы по принципу комплементарности. Если мы знаем, что в большой ДНК в одном месте у нас есть буква А, в короткую мы напишем Т. Ну, вот сверху, допустим. А если мы знаем, что в большой ДНК в каком-то месте Г, мы себе напишем С. Дальше мы синтезируем эту коротенькую ДНК, смешаем их в одной пробирке, и у нас получится такая вот стяжка, как вы можете видеть по центру. Если мы таких коротких ДНК насинтезируем очень-очень-очень много, то они сложатся в какую-то структуру. В какую структуру они могут сложиться? Ну, по факту, на самом деле, они могут сложиться в совершенно любую структуру. Любую, которую вы только можете придумать. Допустим, вы можете потратить, ну вот, вы как налогоплательщики, я могу как ученый потратить несколько тысяч долларов ваших налогов на то, чтобы сидеть и на работе рисовать смайлики. Вы, к сожалению, не можете из моих статей сложить смайлики, потому что моих статей еще слишком мало. Вот. Но, тем не менее, я могу сложить треугольнички, звездочки. К несчастью, это сложил не я, а это придумали еще чуть-чуть раньше, в середине 2000-х годов. Тем не менее, вот эта вот техника, когда вы можете брать ДНК, еще раз, та самая ДНК, тот органфоспат, который является основой нашей жизни вообще, в котором закодирована вся наша наследственная информация, и превращать его в любую структуру, эта техника называется ДНК-орегами. По аналогии с японским искусством, когда вы можете брать и из бумаги складывать любые структуры, которые хотите. При этом можно складывать как такие простые плоские вещи, можно складывать и прям настоящие какие-то сложные трехмерные структуры, чем-то напоминающие, я не знаю, сруб, бани и так далее. Соответственно, вы можете взять и превратить ДНК во все, что угодно. И это прекрасное свойство показывает еще, насколько гибкая же на самом деле эта молекула ДНК, тот самый вот органфоспат. Можно делать даже более сложные вещи. Если у вас развита фантазия, то вы можете взять и сделать при помощи техники ДНК-орегами такую подложку, которой прицепить в нужные места ферменты или белки, которые осуществляют определенные химические реакции, и получаете настоящий химический реактор. Причем разрешение или линейные размеры такого реактора, та точность, с которой вы его собираете, будет больше, чем у производителей процессоров. Здесь это будут считанные ангстремы. Один ангстрем – это 10 минус десятый метра. Допустим, производители, я не знаю, видеокарт, чипов для видеокарт сейчас только осваивают техпроцессы 7-10 нанометров. Соответственно, просто на несколько порядков разница. Можно собрать даже такие вот мобильные элементы, в каком-то смысле мини-двигатели, когда из ДНК-орегами собирается вот такой ротор, который может вращаться под действием просто тепла. И потенциально все это можно превратить во что-то более сложное. Во что же это можно превратить? Ну, я не знаю, как вы. Я, так как имею биологическое образование, на какую бы тусовку я ни пришел, не знаю там, начиная от посиделок у бабушки и заканчивая встречей с друзьями в баре, обычно все заканчивается вопросами тут же. Ой, ты же биолог, расскажи, как вы там уже победили ВИЧ, как вы победили рак, какую таблетку нужно съесть, а еще, конечно же, таблетку для вечной молодости. Значит, еще желательно, чтобы она была прям вот такая дешевая-дешевая, чтобы можно было пойти в ближайшие аптеки, взять дешевле, чем гомеопатические шарики. И да, конечно же, чтобы ее можно было приемить всего лишь один раз, не нужно было ее пить каждый день. А еще желательно так, чтобы она была, конечно же, совместима с алкоголем. Ну, потому что зачем же себя ограничивать в чем-то. Вот. Ну, все, конечно, о такой таблетке мечтают, и на самом деле, скорее всего, такую таблетку создать никогда не получится. Но можно, наверное, попытаться сделать что-то типа а-ля универсального врача. И вот, допустим, совершенно удивительная история, когда в 1966 году вышел фильм «Фантастическое путешествие», в сюжете которого брали команду исследователей, врачей, уменьшали их в специальном корабле, запускали в кровь пациента, они там плавали, находили, соответственно, поврежденные клетки, и лечили этого врача. И самое удивительное в этом сюжете еще в том, что это одна из тех редких ситуаций, когда сначала вышел фильм, а потом продюсеры фильма пришли к Айзаку Азимову, того самому великому фантасту, и попросили его написать книжку по уже вышедшему фильму. И он это сделал. И, на самом деле, книжка тоже замечательная. Но это был, конечно, 1966 год. Представления были достаточно такие наивные. Сегодня, уже в 21 веке, мы с вами скорее мечтаем о том, что должны быть какие-то нанороботы, которых можно как раз вот так один раз колоть. Они будут у нас постоянно плавать, они будут находить вирусные частицы, в том числе те, с которыми мы никогда еще не сталкивались, коронавирусные частицы. Они будут находить раковые клетки, просто какие-то поврежденные клетки. Они будут находить все, что с нами не так, и тут же это чинить. Прямо на месте. И мы даже ничего не будем чувствовать. Больше всего о такой штуке мечтают люди, которые болеют за креонику. Креоника, соответственно, это такое направление человеческой мысли, когда считается, что мы можем себя заморозить и через какое-то время спустя разморозить, когда у нас появится лечение от всех болезней. Ну и вот они надеются, что так как размораживать сегодня мы не умеем, заморозить-то легко. Но при разморозке сразу все ломается, расползается. Я думаю, вы сами замечали перемороженные продукты и так далее. Ну, в общем-то, с тканями происходит человеческими более-менее то же самое. Так вот, они надеются, что можно будет запустить туда таких вот монороботов, которые в этом организме, которые будут размораживать, все найдут и тут же починят. Но, соответственно, фантасты, креонисты, трансгуманисты мечтают, а биологи делают. И уже в 2012 году при помощи техники ДНК оригами действительно собрали из ДНК, из нашего ключевого органа фосфата, такого моноробота. Принцип его очень простой. У вас есть коробочка, сделанная из двух половин, при помощи техники ДНК оригами. На концах у нее находятся замки. Я чуть позже про них расскажу. Соответственно, внутрь вы можете положить, допустим, лекарство, которое будет убивать раковые клетки. Соответственно, как правило, это просто очень сильные яды, лекарства для химиотерапии. Эта коробочка закрывается. Она, правда, пассивно плавает потоку крови, биологической жидкости. Но если она при этом находит мишень, причем очень важно, можно сделать два разных замка, и она узнает, соответственно, два каких-то разных сигнала на поверхности мишени. И только в тот момент, когда она их узнает, она раскроется и выпустит свое содержимое. Это такой, опять же, достаточно наивный, глупый, но уже в целом даже программируемый наноробот. И очень важно, он узнает несколько мишеней. В чем же проблема? Почему у нас до сих пор нет таких нанороботов, таких таблеток в каждой аптеке? Значит, проблема, на самом деле, одна из проблем, и во многом ключевая, в том, чтобы их придумать, нужно, в общем, достаточно сильно напрячься. Вы помните вот такие вот раскладки? Соответственно, чтобы собрать кубик, нам нужно сначала его нарисовать на плоскости, после чего вырезать, согнуть, склеить, и у нас получается красивый кубик. Но в случае реальных биологических нанороботов, которые должны узнавать раковые клетки, нам нужен уже не просто кубик, нам нужна какая-то очень сложная форма, в которой будет много десятков замков, которые сможет узнавать много сразу сигналов. Почему нам это нужно? Потому что, как правило, не удается найти никогда вот одного какого-то универсального маркера, по которому больная клетка будет отличаться от здоровой. Особенно в случае раковых клеток, потому что раковые клетки исходно происходят из наших собственных, и у них будет всегда тот же самый практический набор всех тех же самых маркеров, что и у наших клеток. И нужно узнавать какой-то сложный паттерн. Это может быть пять разных сигналов одновременно, может быть десять. Соответственно, нужна коробочка или наноробот очень сложной формы. Если до кубика мы развертку еще можем нарисовать, то когда вы начинаете рисовать вот что-то такое, на практике это будет выглядеть вот так. Какое-то, пожалуйста, дикое переплетение цветных нитей. И это действительно очень сложно нарисовать. С другой стороны, нарисовать-то всегда все можно. Вопрос, а соберется ли это в реальной жизни? Соберется ли этот наноробот, когда вы все это закажете, а это будет стоить какие-то тысячи долларов как минимум, сольете все в пробирку, нагреете, охладите. Ах да, забыл сказать очень важный момент. Нужно не забыть посолить. Но имеется в виду хлорид магния, потому что магний – это катион, у которого заряд 2+, соответственно, и он положительно заряженный. Он очень любит фосфаты. Или фосфаты любят его. Соответственно, посолили. Так вот, хлоридом магния нагрели, постудили, и должно все собраться. Так вот, очень легко где-то допустить ошибку, нарисовать одну всего лишь линию не там, и коробочка не соберется. Значит, как эту проблему можно победить? Ну, чтобы ее победить, на самом деле нужно просто быть либо очень аккуратным инженером-дизайнером, либо, если вы не очень такой, как большинство современных ученых, которые все время под прессом того, что нужно писать новые гранты, заявки, статьи, и как-то двигаться все время вперед, вы перепоручаете ту задачу, которую вы можете решить своим мозгом, суперкомпьютеру. Благо, у нас их есть несколько, даже в стране. В частности, самый мощный называется... Хотя нет, сейчас компьютер Сбербанка уже мощнее, но вот этот вот находится в свободном доступе в Московском государственном университете. Называется Ломоносов-2. И сейчас он занимает 107 место в топ-500 самых мощных суперкомпьютеров в мире. Кстати, обратите внимание, как вы думаете, как назывался предыдущий компьютер в МГУ? Да, Ломоносов-1. А как вы думаете, как вообще что-то может называться в Московском государственном университете имени Ломоносова, который находится на станции Ломоносовский проспект, в котором есть конференция Ломоносов? Ну, я думаю, вы уже догадались. Ах да, еще Ломоносовские чтения, еще Ломоносовский проспект, ну и так далее. В общем, если вдруг кто-то из вас обладает достаточно креативными способностями, пожалуйста, устраивайтесь в университет и помогите им, наконец, победить этот ужасный нейминг. Так вот, да, в общем-то, у нас этот суперкомпьютер есть, и он действительно очень мощный, на нем можно работать, и наши студенты уже, начиная буквально с первых курсов, действительно решают на нем эти задачи. И что придумали мы с коллегами для того, чтобы моделировать поведение таких вот сложных конструкций из органов асфатов, из ДНК? Мы придумали свой собственный метод. Значит, давайте еще раз посмотрим, как устроена ДНК. Значит, вот сверху у меня нарисован один нуклеотид, собственно, то химическое соединение, из которого состоит ДНК. В данном случае это, господи, гуанин. Соответственно, у него есть, как я уже говорил, остаток фосфорной кислоты сверху оранжевой с кислородами, потом сахар, потом азотистые основания. К сожалению, ДНК состоится с огромного количества атомов. Вы можете видеть, здесь каждый шарик – это один атом, а вот эти вот белые атомы – это атомы водорода. Соответственно, чтобы их смоделировать, то их нужно посчитать, посчитать взаимодействие каждого атома с каждым. И как только вы берете один нуклеотид, ну, вроде немного, их там несколько десятков, берете 2, 3, 10, 10 тысяч нуклеотидов, берете несколько сотен тысяч нуклеотидов, допустим, вот в нашей собственной ДНК, целиком, во всей, их порядка, на самом деле, если считать в полном наборе, 6 с лишним миллиардов. Скорее всего, вы обычно слышите цифру 3 миллиарда, но это только половина набора, на самом деле. Вот. Соответственно, огромное количество атомов. Их невозможно нормально посчитать даже на суперкомпьютере. И мы придумали такую штуку. Мы берем, ну, не мы первые придумали, но мы ее тоже реализовали. Берем и объединяем часть атомов в более крупные структуры. Допустим, вот берем все озодчистое основание в одну частицу, берем весь сахар в одну частицу, берем фосфат в одну частицу. Но в нашем случае все равно оказывалось частиц безумно много. Невозможно посчитать. И тогда мы решили, что мы прям целые куски ДНК будем объединять в одну большую частицу. В результате теперь мы можем посмотреть, как наши конструкции действительно будут сворачиваться в реальном времени. Это будет выглядеть приблизительно вот так. Значит, это то, как исходно выглядит дизайн, когда он просто нарисован. Фактически в 2D-развертке. И теперь, когда мы запускаем... Вот, извините. Теперь, когда мы запускаем моделирование, мы видим, как вся конструкция начинает сворачиваться, превращается в 3D. И мы видим, что мы действительно нигде не ошиблись, потому что если бы у нас была какая-нибудь связь, которую мы нарисовали, которая соединяла несколько фрагментов неправильно, то вся конструкция либо бы просто взорвалась, это большая часть времени, чем мы занимаемся, мы моделируем большой взрыв, потому что слишком большие, получается, силы между атомами, и все просто разлетается в стороны. Либо же, ну, в общем, она приобрела какую-то очень странную форму. А здесь мы видим красивый, аккуратный тетраэдер. Это ровно то, как мы исходно задумывали эту форму. Более того, мы теперь можем видеть, как она колеблется. Это очень важное свойство всех биологических молекул, в том числе таких нуклеиновых кислот, как РНК и ДНК. Эти молекулы подвижны. В отличие от кристаллов, которые вы привыкли, которые красивые, блестят, биологические молекулы всегда подвижны. Это их фундаментальное свойство. Более того, в некоторых случаях, если сделать молекулу неподвижной, допустим, специально ее где-то поджать, укрепить так, чтобы она стала жесткой, она перестанет выполнять свою функцию, перестанет работать. Это, на самом деле, очень удивительное свойство. Так, возвращаемся. Окей. В результате теперь, сегодня можно с помощью вот такой штуки моделировать большие конструкции из ДНК-регами, и мы надеемся в какой-то перспективе создать новых ДНК-нонороботов, которые будут лечить теперь уже вас. Более того, мы, кстати, убедились, что в эксперименте они будут выглядеть точно так же, как в нашем моделировании. Вот это вот результат реальной микроскопии, где видно, что эти конструкции выглядят вот ровно, точно так, как мы их смоделировали сверху. Но это не все, что можно сделать из ДНК. Значит, помните, я вам говорил про замки, которые находятся на коробочке? Замки, которые должны узнавать что-то потенциально опасное. Эти замки, оказывается, тоже можно сделать из ДНК. Но это будет еще более хитрый ДНК. Значит, я вам уже говорил про одноцепочечную, точнее, двуцепочечную, одноцепочечную ДНК. И можно взять еще более странную и необычную ДНК. Можно взять одноцепочечную ДНК, как-то ее очень сложным образом свернуть, и в результате она будет что-то узнавать. Допустим, она может узнавать ключевые белки каскада свертывания крови. Допустим, вот трамбин есть против других белков каскада свертывания крови. Более того, это ДНК, в отличие от одной или двухцепочечной, вообще четырехцепочечная. Нормально человек бы вам сказал, что так не бывает. В каждом учебнике она двуцепочная. А нет, четыре цепочки, все прекрасно, мы не инопланетяне. В каждом из вас такая четырехцепочечная ДНК есть в теломерных участках. Вот. Либо вот сверху нарисована такая ДНК, они называются оптомеры, к витамину В12. Витамин В12 – это вообще низкомолекулярное вещество, ну, грубо говоря, лекарство небольшое, которое тоже можно узнавать. На сегодняшний день существуют уже оптомеры. Еще раз, это короткие, синтетические, как правило, одноцепочечные ДНК, которые получены специально в лабораториях и могут узнавать совершенно разные объекты. Так вот, сегодня есть уже такие оптомеры, которые узнают факторы крови, которые узнают вирусы, в том числе ВИЧ, гепатит, грипп. Есть оптомеры против допинга, есть оптомеры против, ну, конечно же, наркотиков. Вот, так что из ДНК, еще раз, из этого удивительного органа фосфата, который в норме обеспечивает нашу жизнь, всю нашу наследственную информацию, можно собирать совершенно удивительные вещи. Более того, из них, из этих оптомеров, можно даже сделать фактически полноценное лекарство. Допустим, если эту штуку узнают тромбин, давайте мы ее немножко модифицируем. Так, сейчас должно включиться следующее видео, я надеюсь. которое мы тоже можем, соответственно, оптимизировать. И мы будем видеть, как такая ДНК, хитрая, специально модифицированная, будет захватывать белок крови. Соответственно, слева это тромбин, справа это молекула, из которой мы пытаемся сделать лекарство. Оп, отлично. Вот. Соответственно, ДНК может работать и так. Что же обеспечивает такую универсальность ДНК? Почему мы можем ее использовать как носитель информации? Почему мы можем из нее собрать ДНК регальной конструкции? Почему мы можем из нее даже сделать вот такие хитрые, одноцепочечные, четырехцепочечные конструкции, которые будут вообще что-то узнавать? Чего, по идее, ДНК делать, в принципе, не должна. На самом деле, давайте еще раз посмотрим, еще раз внимательно посмотрим на устройство одного нуклеотида. Это снова должен быть гуанин. Значит, вот азотистое основание. Эта штука, на самом деле, так как здесь ароматическая связь, точнее, ароматическая песс-система, она очень жесткая. Вот эти кольца вообще не гнутся. И, ну, в общем, такой прям прямой лист. Сахар, на самом деле, тоже очень жесткий. Он тоже практически не двигается. Но вот эти вот сочленения между первым фосфатом и вторым фосфатом, который идет дальше, они очень гибкие. Они работают как шарниры. Именно это позволяет ДНК иметь такую большую подвижность. Именно вот на этих шарнирах она начинает гнуться всеми возможными способами и принимать самые разные формы. И вот эта вот универсальность, на самом деле, привела к тому, что в какой-то момент химики начали задумываться, а почему в таком количестве биологических молекул у нас действительно есть вот эти остатки фосфорной кислоты, или еще раз их называют фосфаты, почему они такие универсальные. И вот в 1987 году в малоизвестном периодическом издании Science химик Вестхаймер даже написал такое эссе, которое он назвал «Why Nature Choose Phosphates?» То есть почему природа выбрала фосфаты. Вот прям так, совершенно не стесняясь. Спустя всего лишь каких-то 25 ровно лет, ну или четверть века, другой малоизвестный химик по фамилии Ария Уоршелл, который в этом же самом 2013 году получил Нобелевскую премию по химии, написал следующее эссе, которое называется «Why Nature Really Choose Phosphates?» Такая вот толика академического юмора. То есть почему природа действительно выбирает фосфаты. Так почему же она их выбирает? Почему аж несколько химиков, причем спустя эпохи, 20-летия в науке, особенно в такой прогрессивной, как химия, это ну вот прям реально космос. Значит, давайте посмотрим на то, как же устроен вот этот вот остаток фосфорной кислоты поближе. Значит, вот у нас в центре атом фосфора, оранжевый, он соединен с четырьмя атомами кислорода. Что же у нас получается? Допустим, мы посмотрим на него с точки зрения биологической молекулы. Биологические молекулы, как правило, должны быть очень длинные. Та же самая ДНК – это просто миллионы, миллиарды букв, которые соединены подряд. Соответственно, если мы хотим что-то соединить, у нас должен быть приходящий конец и уходящий. Вот у нас есть, соответственно, приходящий, есть сверху уходящий. Отлично. Первую базовую проблему мы уже решили. Но при этом, на самом деле, оказывается, что так у нас есть еще два кислорода, на них останется отрицательный заряд. Просто минус. Он, правда, будет как-то так делокализован, что называется, между двумя атомами кислорода. То есть в какой-то момент времени этот будет минус, а тот будет ноль. В какой-то момент тот будет минус, этот ноль. Но тем не менее, почему так важно, что там будет минус? Потому что если что-то нейтрально в природе, то вы с ним ничего не можете сделать. Как благородные газы. Аргон, ксенон. Вы с ними ничего не можете сделать. Они просто сами по себе существуют, и чтобы заставить их с чем-то реагировать, нужно потратить огромные усилия. Нужно либо гигантское давление, либо гигантская температура. Просто сумасшедшие условия. В то же время, если у вас есть точка, за которую вы можете что-то притянуть, допустим, у вас есть заряд, если у вас есть отрицательный заряд, и вы можете где-то как-то достать положительный, то теперь вы такой отрицательный заряд можете притянуть к себе. Либо наоборот, если вы не хотите взаимодействовать с ДНК, допустим, вы не хотите, вы клеткой, не хотите случайно свою собственную ДНК сломать, вы не хотите ее лишне растрогать, вы берете себе, берете побольше отрицательного заряда, и вы теперь будете ее отталкивать. Более того, даже если мы посмотрим на еще модифицированный вариант, на самом деле у нас же 4 кислорода, даже если мы к одному кислороду еще что-то дошьем, какой-то там третий радикал, то окажется, что на оставшемся кислороде у нас будет уже не полноценный минус, но все равно то, что называется частичный отрицательный заряд. То есть он все равно сохраняет этот отрицательный заряд в себе. И почему еще так важен именно отрицательный заряд по умолчанию? Почему, скажем, не иметь положительный заряд по умолчанию? Why not? Вот химия в целом, если сильно захотеть, наверное, позволит. На самом деле, самый страшный яд в нашей жизни, ну, в жизни любого биологического объекта вокруг вас, это вода. Вы об этом, возможно, никогда не задумывались, но вода – суперстрашный объект, который разрушает все, до чего дотянется. В частности, биологические объекты, как правило, ну, в частности, фосфаты, как правило, гидролизуются или разрушаются при помощи молекул воды. Это может происходить в разные последовательности, в разных стадиях, просто в водном растворе с использованием каких-то катализаторов, с использованием ферментов биологических. Но, тем не менее, приходит и разрушает. И это, на самом деле, безумно страшно. Так вот, природа этого процесса, на самом деле, атака нуклеофилам, атомам кислорода, который тоже несет на себе атом кислорода из воды, вода, напомню, это H2O. Соответственно, этот кислород несет на себе тоже частичный отрицательный заряд. Таким образом, если у вас есть один отрицательный заряд, есть второй частичный отрицательный заряд, то просто банально они отталкиваются. Таким образом, вот этот вот фосфат, наличие этого отрицательного заряда именно на фосфате отталкивает воду и позволяет той же самой ДНК быть очень устойчивой к гидролизу водой. И, соответственно, ДНК может сохраняться какие-то сумасшедшие количества лет. Я не знаю, возможно, вы уже слышали про то, что ДНК – это, в общем-то, самый перспективный носитель информации, с которым сегодня пытаются работать люди. Все, что изобрели люди, там, бумага, глиняные таблички, ну, ладно, может быть, в камне, если что-то вырубить, пролежит, ну, несколько, там, тысяч, десятков тысяч лет. А ДНК, которая лежала, будучи замороженной, там, в вечной мерзлоте, может пролежать, ну, собственно, сотни тысяч лет. И сегодня мы можем прочитать ДНК, которая выделяется из этих ископаемых животных, ископаемых останков, растений. Мы можем ее достать, прочитать и понять, что же в ней было записано. И сегодня, на самом деле, очень многие компании и исследователи пытаются сделать так, чтобы можно было самим записывать в ДНК информацию и хранить, там, не знаю, любимые книги, любимые фильмы. То есть настолько емкий и настолько стабильный носитель информации, после чего вы его замораживаете, кладете, там, в вечную мерзлоту, и все. И спустя, там, сотню тысяч лет кто-то, возможно, прочитает вашу временную капсулу и узнает, что же там. Вот. Окей. Соответственно, фосфаты в этом смысле супер уникальны и супер удобный инструмент для биологических объектов. Потому что, еще раз, если что-то нейтральное, то вы с ним ничего не можете сделать. Если же оно имеет заряд, вы можете им мягко управлять. Можете притянуть, оттолкнуть. Как это использовать? Ну, на самом деле, многие объекты в нашей природе научились это свойство использовать. Не только природа как таковая с ДНК. Например, это свойство научились использовать вирусы. Я, к счастью, не буду говорить сегодня про коронавирус, потому что ничего про него я не знаю, на самом деле. Но про другой представитель, осповирусы. Это, соответственно, класс вирусов, которым принадлежат... Группа вирусов, которым принадлежат в том числе вирусы оспы. Поэтому так и называются осповирусы. Умеет делать следующее. Значит, у нас есть рибосома. Рибосома – это гигантская молекулярная машина, которая считается одной из самых древних молекулярных машин. И она отвечает за синтез белка в нас. А если вы вспомните, тот же самый Карл Маркс писал, что человек, ну, точнее, жизнь – это форма существования белковых тел. Ну, просто потому что белки в нас сегодня – это одна из ключевых молекул. В ДНК информация хранится, и в РНК используется для транспорта. А белки – это наши мышцы, это наши волосы, это практически все в нас. Так вот, рибосома отвечает за их синтез. Она безумно древняя. Считается, что, ну, по некоторым оценкам, ей порядка 3,5 миллиардов лет. И фактически, вот, как только появилась рибосома, появилась та жизнь, которую мы понимаем под жизнью. Так вот, значит, она отвечает за синтез белков. Приходит в клетку оспавирус, навешивает фосфат на один кусочек рибосомы, и теперь рибосома начинает транслировать не наши белки и синтезировать не наши белки, а именно белки вируса. Она начинает выбирать именно только РНК вируса и синтезировать с них вирусные белки. Еще раз, наша собственная рибосома, та, которая должна на нас работать, вирус просто при помощи всего лишь одного остатка фосфорной кислоты, который повесил в нужное место, полностью перехватывает ей управление. Казалось бы, сравните, вот каждый шарик здесь – это один тяжелый атом. Соответственно, это либо фосфор, либо кислород, либо углерод, либо азот, все что угодно. Вот посчитайте, сколько, прикиньте просто, сколько атомов здесь, сколько на этом фоне составит, ну пусть четыре атома фосфата, и как это умудряется перепрограммировать такую гигантскую машину. Это, на самом деле, совершенно удивительное свойство. И это показывает о том, насколько вот эта вот регуляция при помощи фосфатов, при помощи заряды, которые на них есть, уникальна, универсальна и масштабируема. Еще один пример. Есть такая прекрасная бактерия, бацилус-пумелус. Ну, в общем-то, как и многие другие бактерии из семейства бацилус, она живет в почве, что-то там иногда помогает растениям, иногда не помогает, иногда заражает людей, делает им плохо. Ну, в общем, нормальная бактериальная жизнь. Значит, как и многие другие бактерии, эта бактерия выделяет антибиотик. Соответственно, антибиотик – это, на самом деле, банальный яд, которым она борется с другими бактериями вокруг, дабы выбить пространство для своей собственной жизни. Это мы их уже потом используем для своей пользы. Так вот, она умеет делать такой вот антибиотик, который называется амикумацин-А. Делает этот антибиотик, и им, соответственно, борется с окружающим пространством. Но, казалось бы, антибиотик, на самом деле, это просто яд. И этот же яд очень часто убивает самих себя. Если у вас нет защитной системы, вам нужно как-то ее придумать, потому что, ну, еще раз, это вот, не знаю, любой пример. Когда вы работаете с чем-то опасным, там, чуть-чуть разлили спирт, не знаю, он загорелся. Вот любая реальная утечка, совсем небольшая, способна полностью вас погубить. Клетки, а утечки, еще раз, всегда бывают, потому что биологические системы не идеальны. Биологические системы, на самом деле, очень малое количество времени работают вот по прямому назначению, и очень много времени и ресурсов тратят на то, чтобы предотвратить все любые ошибки и исправить их последствия. Ну, потому что все в нас неидеально, все постоянно ломается, все постоянно нужно чинить. Так вот, если вдруг амикумоцин А случайно протечет внутрь самой бактерии, то она умеет его тоже выключать. Как она это делает? Делает она это при помощи специального фермента. Фермент, еще раз, это белок, который, соответственно, может производить химическую реакцию. Она при помощи этого белка берет молекулу АТФ. АТФ, скорее всего, вы про нее много раз слышали, АТФ это основной, ну или аденозин-трифосфат, основной энергетический носитель внутри наших клеток, из которого мы берем энергию практически для всех процессов. Так вот, с этого АТФ можно взять один фосфат и перевесить его на амикумоцин. И будет это выглядеть вот так. И будет, соответственно, фосфоамикумоцин. Вот такая вот прекрасная молекула. И оказывается, что фосфоамикумоцин уже совершенно не токсичен для самой бактерии. Ну и на самом деле для всех других, которым она бы тоже его пыталась убить, он не токсичен, он не связывается, он ничего не ломает. То есть бактерия берет и сама себе ломает антибиотик. Но бактерия умная на самом деле. И на своей клеточной стенке она добавила еще один фермент, который может делать обратную вещь. Он может этот фосфат отрезать. Соответственно, если вдруг что-то протекло внутри клетки, вы его фосфорилируете, навешиваете фосфат, антибиотик становится неактивным, собираете, начинаете выплевывать из себя и обратно отрезаете фосфат. И выплевываете наружу. Теперь уже полностью рабочий, ядовитый, активный антибиотик. И вот эта система, на самом деле, фосфорилирование, дефосфорилирование для управления активностью не только вот таких больших, гигантских веществ, молекулярных машин, как рибосома, а даже таких небольших, как лекарства, антибиотики, это супер-универсальная и супер-крутая вещь. Которая меня просто искренне поражает в биологических молекулах и биологических системах. Но и это еще не все. Значит, как я вам уже говорил, биологически, собственно, вот это свойство фосфата, быть суперстабильным, можно использовать по-разному. Только что было несколько примеров. И, конечно же, люди тоже захотели его использовать. Как же они его использовали? Ну, собственно, они придумали химическое оружие. Возможно, вы слышали про отравление новичком. Слышали? Новости, Скрипаль, Англия. Вот это все. Значит, новичок, как предполагается, никто на самом деле до сих пор не знает, что же такое новичок. Ну, наверное, кто-то знает, но нам не рассказывает. Так вот, новичок – это класс соединений, которые относятся, ну, собственно, это соединения, которые относятся к классу фосфорганических, боевых отравляющих веществ. Почему они так называются? Потому что это органические молекулы, они получают в результате органического синтеза. В них во всех при этом есть вот этот вот атом фосфора, есть вот эти вот замечательные кислороды, есть всегда вот этот прекрасный кислород, который будет нести на себе частичный отрицательный заряд. И таким образом они тоже будут, как правило, устойчивы к гидролюзу водой. И более того, они еще, так получилось, способны реагировать со многими нашими молекулами, в частности, с одной самой важной, про которую я расскажу дальше, и, ну, собственно, ломать у нас все. Ну, что такое новичок, мы не знаем, поэтому про него мы с вами сейчас разговаривать не будем, но мы можем поговорить про другие вещества. Слева это VX, это самое ядовитое, придуманное человеком, вещество. Справа VR, его советский, он называется Russian VX, он был придуман в Советском Союзе как аналог. Вот вы можете снова в них видеть, это известные боевые отравляющие вещества, про которых все более-менее понятно. Значит, вот вы в них тоже можете видеть вот этот оранжевый атом фосфора, атомы кислорода, есть какие-то модификации серой, но это все не важно. Они тоже фосфорганические боевые отравляющие вещества. К сожалению, эти вещества, как я уже сказал, одни из самых ядовитых, в принципе, существующих в природе и придуманных человеком, к тому же, поэтому работать с ними в реальной лаборатории очень сложно. Есть в России, мне кажется, только одна или две лаборатории, у которых есть, ну, как минимум, из тех, про которые публично известны, которые имеют допуск для работы с такими веществами. Поэтому в реальной жизни мы, конечно, работаем с веществами чуть-чуть попроще, которые являются их химическими аналогами. Вот, допустим, пароаксон слева нарисован, экотеофат, видите, у них то же самое, фосфор, кислороды, ну, и какие-то разные заместители. При этом они, на самом деле, тоже ядовиты. Они используются в качестве пестицидов, соответственно, для борьбы с насекомыми и до сих пор вызывают большие проблемы, особенно в развивающихся странах, которые занимаются, ну, собственно, агротехом, сельским хозяйством. В той же самой Индии ежегодно реально сотни и даже иногда тысячи людей умирают из-за отравления даже вот такими относительно безопасными веществами, просто потому что неправильно их используют, передозировки и так далее. Что уж говорить про вот эти вещества. К счастью, эти вещества гораздо более сложно доступны, но все равно мы видим, что внезапно может появиться флакон с духами в Англии. Вот, поэтому с ними надо бороться как-то, но как бороться с тем, что и так максимально устойчиво, чтобы сама природа придумала и выбрала максимально устойчивым и использовать для своей собственной ДНК, для вот этого вот хранения наследственной информации. Важнее, ничего для биологической системы в принципе нет. Но давайте попробуем. В какой-то момент к нам пришли коллеги из Института биорганической химии, где теперь мне честь тоже работать, и сказали, давайте будем делать антидоты против химического оружия. К счастью, скрипалей тогда еще не было, но уже была Сирия в том числе. В общем-то, тема, ну и соответственно, отправление в Индии тоже постоянно происходит. В общем, тема, к сожалению, не выходит вот из актуальности. Более того, коллеги пришли к нам с очень странным вопросом, но они в целом очень креативные. Значит, они пришли и сказали, вот знаете, у нас есть антитело. Антитело это в целом обычно молекулы, которые нужны для того, чтобы узнать что-то опасное в нашем организме. Обычно они вот выглядят приблизительно так в виде буквы Y, при этом у них есть одна константная часть, которую использует наш эрганизм просто как для стандартного крепежа. И есть верхние части, которые называются вариабельными фрагментами, и они могут быть самыми разными. В крови некоторых пациентов выделяют до 100 миллиона разных вариантов антител, которые каждый узнает свое собственное. Узнает кусочек клеточной стенки бактерии, узнает какой-нибудь конкретный вирус, кусочек его. Может несколько антител узнавать один и тот же вирус, но просто с разных сторон. Узнают ядовитые вещества. Иногда, к сожалению, те же самые антитела узнают даже нас самих, и у нас возникают так называемые аутоиммунные заболевания. Это тоже большая проблема. Но тем не менее, наша иммунная система работает все время, а нам распознают какое-то сумасшедшее количество вариантов. И вот просто задумайтесь, когда вы говорите, ну я сейчас с утра выпью там кефирчик какой-то, не будем называть имен, и он поднимет мой иммунитет. Вот какой из этих 100 миллионов вариантов этот кефирчик вам должен поднять. Вот. И в этом смысле антитела действительно удивительные вещи. Но антитела – это все-таки метки. Они должны вот узнать и пометить что-то ядовитое. А наши коллеги пришли и сказали, что, знаете, у нас, конечно, антитела, но странное антитело, ну в общем, как и наши коллеги, и оно не просто узнает, но и делает химическую реакцию. То есть это антитело прям фермент, что для них обычно не специфично. И они сказали, что, правда, оно очень плохой фермент. Оно делает химическую реакцию, ну там, раз в час, условно. Давайте мы попытаемся с вами как-то его улучшить, чтобы, опять же, бороться с этим органом фосфатом. Хорошо. Давайте попытаемся с ним бороться. Для начала, чтобы что-то делать с биологическими системами, нужно всегда понять, как же они работают. Потому что биологические системы устроены суперсложно. Мы практически никогда не понимаем, даже когда верим, что понимаем, на самом деле не понимаем, как они работают. Поэтому давайте посмотрим повнимательней. Ага. Отлично. Значит, мы посмотрели внутрь. У нас есть антитело. Антитело – это, на самом деле, обычный белок, то есть составлен из обычных аминокислот. Вот, в частности, у него есть такая замечательная аминокислота – тирозин. И справа нарисовано вот то самое подобие химического оружия, вещество параксон, которое действительно используется как пестицид. Вот еще раз снова, я не вру, вот он атом фосфора посередине оранжевый. И мы пытаемся понять, как же наше антитело реагирует с этим химическим оружием. Для этого мы используем снова наши суперкомпьютеры. К сожалению, ничего другого у нас нет. Ну, или к счастью. Значит, и пытаемся увидеть прям на максимально низком уровне при помощи квантовых химических вычислений, как же эта реакция происходит. Давайте посмотрим сейчас. Значит, каждый шарик здесь это один атом, настоящий атом. Вот эти белые это атомы водорода, красные атомы кислорода, а зеленые здесь это атомы водорода. Синий азот. И вот мы видим, как наши связи начинают колебаться. В какой-то момент мы видим, что атом водорода перескакивает на наш фосфат. Это, на самом деле, достаточно не самое типичное, но встречающееся явление, когда сам субстрат химической реакции помогает реакции идти. Идем дальше. Видим, что наш белок образовал химическую связь с химическим оружием, то есть мы его уже изменили, уже произошла реакция и образовался так называемый интермедиат, стабильный интермедиат, то есть некая промежуточная стадия нашей реакции. Идем еще чуть-чуть дальше. Это все дело какое-то время будет жить, будет жить, будет жить. и вот мы сейчас видим, как связь разорвалась. Соответственно, что сейчас по факту произошло? Сейчас мы взяли и пополам разрезали вещество, которое является близким аналогом химического оружия. Ну и дальше его кусочек начинает уплывать, уплывать, уплывать в пространство, забирает с собой еще атом водорода и уходит. Окей, теперь мы в деталях, в максимальных деталях, буквально с точностью до одного атома водорода понимаем, как с этим органнофосфатом можно бороться. Что мы делаем дальше? Мы берем и смотрим, а что можем в нем модифицировать, чтобы сделать его активнее. К счастью, это достаточно просто, так как это белок. Белки у нас состоят из аминокислот и у нас есть 20 аминокислот, которые называются протеиногенными или те аминокислоты, из которых обычно в норме состоят все наши белки. Соответственно, мы смотрим, куда мы их потенциально можем вставить поблизости, находим несколько мест и пытаемся во все эти места вставить какие-то новые аминокислоты, которые будут лучше, допустим, располагать это химическое оружие в активном сайте, то есть в том месте, где происходит реакция, как-то его там пододвинут, лучше закрепят, чтобы оно не болталось, а вот сразу заходило и не реагировало. Мы генерируем огромное количество мутантов. Мутанты в данном случае это не люди ИКС, а один всего лишь модифицированный вариант фермента. Мы их генерируем, конечно, с помощью компьютеров, потому что если бы вы сходу попытались их сгенерировать в пробирке, в бактериях, в вирусах, для этого потребовалось бы огромное количество денег, ресурсов, и все равно такого количества вариантов вы бы не перебрали. А с помощью суперкомпьютеров мы можем. Собственно, мы перебрали больше 170 тысяч разных вариантов мутантов. Потихонечку, конечно, мы их отсевали, 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 потому что в итоге мы должны были сдать всего лишь несколько, которые бы наши коллеги проверили экспериментально. Несмотря на то, что мы биоинформатики, наш эксперимент в нашей науке это всегда самая важная точка, потому что иначе это все просто очень дорогие компьютерные игры. Ну, не для нас дорогие, а для вас дорогие, потому что мы живем на вашей налоге. Вот. И эти суперкомпьютеры, кажется, стоимость суперкомпьютеров у нас в два суммарно за все время перевалила уже миллиарда за три рублей, если не больше. Но с другой стороны, как мы знаем, у некоторых чиновников из МВД больше изымают. Так что, может быть, это и не так дорого. Вот. Но, тем не менее, значит, мы проверили с помощью таких же методов, с помощью моделирования реакций, какие же из ферментов будут работать. И придумали несколько мутантов. Вот, в частности, один из них, С-35Р, это замена аминокислоты серин на аминокислоту аргинин в позиции 35. Наши коллеги ее проверили экспериментально. Оказалось, что этот мутант действительно работает приблизительно в 200-250 раз быстрее, то есть он быстрее осуществляет химическую реакцию, чем исходный белок, то есть это исходное антитело. Более того, когда они получили его структуру, оказалось, что он выглядит ровно так, как мы его нарисовали. Вот эта вот аминокислота аргинин, она частично, ну, точнее, она на самом деле положительно заряжена, на ней честный плюс, и она взаимодействует как раз вот с этим вот кислородом, на котором дельта минус. Еще раз, вот это вот прекрасное электростатическое взаимодействие, вот эта вот вся соль фосфатов, которыми можно управлять в биологии, у нас есть дельта минус, мы сюда придумали и добавили дельта плюс. Кажется, ну, не хитрое идеало, но на самом деле это действительно нетривиальная задача и решение. Вот, и эта штука работает. Есть маленькая проблема. Маленькая. Кто-нибудь уже заметил, в чем подвох? Нет? Никаких идей? Окей. На самом деле, если мы посмотрим на общий процесс расщепления химической реакции, ну, точнее, на общий процесс расщепления химического оружия, он получается такой вот многостадийный и на самом деле, вот с тем, что я вам сейчас показал, мы прошли только половину. В результате этой половины мы действительно разрезали молекулу химического оружия, часть ее уплыла, но вторая часть осталась пришитой к нашему белку. И это значит, что вторую химическую реакцию наш белок провести не сможет. То есть он может, уничтожить химическое оружие в соотношении один к одному. При этом сделать наши белки гораздо сложнее, чем на самом деле сварить такие вот боевые отравляющие вещества, потому что они просто маленькие и чуть проще. Вот. И это на самом деле проблема. Вторую стадию пока мы не умеем делать. Но давайте посмотрим, ну, в общем, если мы не умеем, надо же как-то сделать. Мы же должны получить в итоге антидот. Но пока мы учимся на другом примере. Значит, есть еще один фермент, еще один белок, который называется бутерил-холин-эстераза-человека. Это наш тоже собственный белок. И одна прекрасная из загадок, потому что мы до сих пор не знаем, зачем он нам нужен. Он есть в разных местах нашего тела. Он достаточно неплохо изучен. По нему выходят каждый год, я не знаю, десятки, если не сотни статей. Но мы до сих пор не понимаем, зачем. Вот есть еще соседний, ацетил-холин-эстераза. Это ключевой белок в нервно-мышечной передаче. И именно на него действует химическое оружие, он его выключает. Все. И, собственно, люди, которые отравляются, они по факту погибают от удушья. И достаточно быстро. То есть отравление тем же самым новичком или вениксом, виаром должно буквально в течение 10-15 минут приводить к смерти. Так вот, бутерил-холин-эстераза очень похожа на ацетил-холин-эстеразу, но неизвестно зачем. Ну вот, серьезно, ее пробовали убивать, ее считается, что она, были такие странные идеи, что она может регулировать в том числе наш аппетит и агрессивность. Другие люди ее превратили, допустим, в фермент, который может уничтожать кокаин. Тоже полезное занятие. Вот. Но, тем не менее, непонятно зачем. Серьезно. Но это стало удобным модельным объектом, потому что она тоже с ними реагирует. И наши коллеги те же самые придумали замечательную вещь. Они попытались таки сгенерировать много разных случайных вариантов бутерил-холин-эстеразы. Да, у нее такая же проблема. Она умеет делать только половину. Вот. Половину все. Дальше никуда. Значит, они сгенерировали у себя в пробирке много вариантов. Не так много, как умеем мы в суперкомпьютерах, но, тем не менее, получилось, наверное, несколько сотен. Из них оказалось два варианта, которые действительно умеют делать вторую часть реакции. Они умеют избавляться потом вот от этого хвоста, от этого фосфата. Как же это происходит? Они не знают. Потому что они это сделали в пробирке, и все, что они могут сказать, ну вот, у нас есть та бактерия, в которой нужный белок его выделяет, вот мы его можем последовательность прочитать, а как этот химический процесс происходит, мы просто не знаем. Это типичная проблема. Именно эта же проблема преследует очень многих ученых, когда вы, точнее, не ученых, а читателей СМИ, когда вы, допустим, читаете, ученые победили рак, ВИЧ, снова СПИД, все что угодно. Поставьте любое заболевание, как правило, оказывается, что кто-то сделал эксперименты, важные, хорошие, совершенно честные эксперименты, опубликовал статью, что вот там, даже на клетках, в чашке, наше вещество работает. Как оно работает? Как его улучшить? Что оно потенциально может сломать? Обычно никто не знает на этой стадии, но прекрасные представители СМИ тут же бегут и говорят, что ученые все победили, все ради заголовка. Так вот, они не знают, но, к счастью, у них есть мы с нашими прекрасными суперкомпьютерами, которые позволяют нам рассмотреть реакции с точностью до буквально единичных атомов. Мы генерируем огромное количество снова вариантов, потому что они модифицировали целую петлю, несколько аминокислот, а я вам уже говорил, что биологические молекулы безумно гибкие, они все время как-то шевелятся, изгибаются, это не каша, это в реальности то, сколько разных конфигураций может принимать всего лишь одна небольшая петля из буквально трех-четырех аминокислот, а в типичном белке может быть несколько сотен аминокислот, и в петлях находиться несколько десятков. Тем не менее, мы можем их сгенерировать, и дальше начинается магия. Значит, вот так выглядит активный центр нашего фермента. Значит, вот здесь вы можете видеть уже знакомую картинку, это кусок пришитый фосфата, снова оранжевый фосфор, и начинается магия под названием активация воды. Это не гомеопатия, если что, это процесс, в результате которого одна молекула воды, вот эта вот, образует водородную связь с аминокислотой гистидин. Гистидин, в свою очередь, начинает оттягивать на себя этот водород. Эта вода образует еще одну водородную связь со второй водой, и начинает оттягивать на себя этот водород, и у нас снова получается частично отрицательно заряженный кислород, который должен как-то вот сюда атаковать и это на самом деле действительно так и происходит. Мы видим в какой-то момент, что вся система начинает перестраиваться, немножко меняется ее геометрия, и в какой-то момент действительно наша вода, вот та самая обычная вода, еще раз, которой миллиарды молекул, все наши биологические молекулы существуют в воде. Она берет и атакует фосфат. Вот он, снова. И уже снова образовался интермедиат, который какое-то время живет, и потом он отваливается и уплывает. Таким образом, прошла полная стадия соответственно, отщепления вот этого куска и химического оружия. При этом, ключевую роль здесь сыграла именно вода. Я не просто вам так говорил, что вода – это самый страшный яд. Наша ДНК на самом деле расщепляется, как правило, очень похожим образом. Также с участием молекул воды, будучи в ферментах, либо просто с участием ионов металлов. Вода – реально супер страшное вещество. Таким образом, сегодня мы понимаем полный цикл того, как можно победить химическое оружие. Мы точно понимаем, как должны реагировать, какие атомы, где они должны располагаться. И это нам в будущем позволит, я очень надеюсь, создать новые антидоты, которые, соответственно, будут делать полностью эту стадию и не один раз дезактивировать не одну молекулу, а много молекул воды. Ой, извиняюсь, много молекул химического оружия. И таким образом, подходя немножко, может, даже чуть раньше чем я планировал к завершению, фосфаты действительно очень уникальные молекулы, точнее, очень уникальные группы, которые участвуют во всех процессах нашей жизни. И вот даже Нобелевский лауреат, еще один Нобелевский лауреат, который изучал фосфаты, Александр Тот сказал, где бы ни была жизнь, там есть фосфор. И даже астрофизик, точнее, в общем, астробиологи сейчас пытаются искать фосфор в космосе, потому что фосфаты участвуют и в структурных процессах, они отвечают за стабильность структуры ДНК. Они участвуют в регуляторных процессах, ими можно включать и выключать совершенно разные вещи. Многие раковые заболевания возникают из-за того, что фосфаты случайно начинают навешиваться где угодно, и в результате у клетки просто сносят крышу. И именно этим они так уникальны и прекрасны. И, к счастью, сегодня у нас есть совершенно прекрасные, изумительные методы молекулярного моделирования, с помощью которых мы можем понимать все возможные процессы. От буквально уровня организации малых молекул, таких как ядовитые боевые отравляющие вещества, которые оканчивают нашу жизнь, соответственно, являются омегой нашей жизнью, до самой большой, главной и сложной молекулы в нашей жизни – это ДНК, соответственно, которая является ее альфой. И мы можем это изучать на самых разных уровнях, от реально единичных атомов до чуть ли не целых клеток. Ну и на этом на самом деле все. Я очень вам благодарен за то, что вы слушали меня и надеюсь, у вас возникло огромное количество вопросов, которые я сейчас с удовольствием с вами обсужу и на них отвечу. Спасибо огромное. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо.